Здравствуйте! Приветствую вас на канале Custom Guns. И сегодня мы постараемся объяснить вам, зачем нужно использовать спортивную УСМ в разных классах оружия. УСМ эти можно использовать в карабине, ружье и карабине пистолетного калибра. Везде есть свои особенности, и я постараюсь вам все это объяснить. Мой любимый класс PCC. В данном случае это Saiga 9. Он довольно сложен с точки зрения работы УСМ. Почему? Потому что, с одной стороны, у вас тут очень быстрые сплиты на ближних мишенях. По скорости сплитования он не уступает на самом деле ружью. С другой стороны, вам все-таки здесь надо попадать не снопом дроби, который летит в сторону тарелки. Вам надо целиться и попадать точно в мишени. Плюс есть мишени достаточно дальние и малогабаритные. Тарелки, например, на 50 метров. То есть здесь нужна настройка УСМ. С одной стороны, с достаточно коротким ходом для того, чтобы обеспечить быстрые сплиты. С другой стороны, нельзя жертвовать информативностью спуска и четко понимать, как он срабатывает и когда. Потому что иначе вам будет тяжело попадать в дальние мишени. Ружье. Открытый класс. Естественно, Saiga или Vepr. Здесь основное, это нужен максимально быстрый сплит. При этом вам нужно четко понимать, в какой момент произойдет выслал. Потому что стандартная техника стрельбы из ружья. Вы ведете ружье, да, и в нужный момент у вас происходит выслал, когда вы проноситесь через тарелку. Но при этом не стоит забывать, что в ружье есть еще и пулевые упражнения, в которых мишени могут располагаться на 100 метров и дальше. То есть жертвовать полностью информативностью пользу сплитов тоже не стоит. Обычный карабин. Здесь в приоритете информативный спуск. Потому что для нас самое важное попадать на дальние мишени, вплоть до 300 метров. Поэтому здесь важна информативность, а сплитование уже не столь важно. Поэтому здесь имеет смысл даже настроить двухстейджи в УСМ. Как мы видим, для разных классов оружия нужны разные настройки УСМ. Но штатный УСМ обычно отличается крайней вязкостью, неинформативностью, длинными ходами и не подходит ни под одно из этих использований. Поэтому надо взять УСМ, который вы можете настроить под себя, под конкретный класс оружия, в котором вы выступаете. Собственно, это и позволяет сделать наш УСМ. УСМ.